Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор, академик АС-23 Армен Веренович. Сегодня продолжаю лекцию про сердцебиение, это часть вторая. Это лекции для студентов старших медицинских курсов, врачей, особенно для кардиологов очень здорово эта лекция. Это не для, так скажем, широкой публики. Ну, продолжаем, значит, нашу беседу, друзья мои, ну, а все те, кто, да, хотят, значит, обратиться ко мне с просьбой о личной консультации, можете найти мой номер телефона в описании к этому ролику. Буду рад вам помочь, сорганизуем частную индивидуальную консультацию. Значит, друзья мои, студенты, коллеги, будущие коллеги, настоящие коллеги, значит, здесь остановимся на объективном обследовании, ну, и развернем диагностический алгоритм. Итак, общий осмотр. Ну, общий осмотр, он касается не только, собственно, проблем, связанных с сердцебиением, экстрасистолией, аритмией, вообще это касается любого общего осмотра, тем более больного, который впервые к вам поступил, или к вам обратился с этими жалобами. Общий осмотр должен выявить наличие, ну, или отсутствие, значит, ну, главным образом, сейчас мы говорим о сердцебиении, вот такого anxiety, вот этого тревожного поведения. Ну, вот это тревожно, но настолько это бросается в глаза, что сейчас, конечно, мне кажется, это смешно, но, может быть, на первых порах вам будет это касаться трудным, но по большому учету у человека, который находится в тревоге, в панике, его трудно с кем-то, значит, спутать. Значит, тревожное поведение, значит, психомоторное возбуждение, или наоборот, какая-то такая, знаете, непонятная такая оглушенность, что ли, у больного, как будто не здесь он находится. Это часто бывает тогда, когда больного приводят к вам на обследование. Это будет, скажем, дочка привела папу, да, у него какие-то проблемы есть, он как-то вот такой заторможен, но обратите, вот, обращайте, друзья мои, снова скажу на все, чем больше вы будете обращать внимание на нюансы, да, из этих нюансов, ну, понятна общая картина, да, выкладывается из мозаика, из нюансов, главные жалобы выслушиваете, да, и вот собираете вот этим все эти нюансы. Ну, кроме общего такого психоэмоционального состояния, надо обратить внимание также на и то, что называется жизненно важные функции, да, то есть следите за гемодинамикой, замеряйте артериальное давление, пульс. Конечно, в идеале все это должна сделать медсестра, да, человек, который встречает, по большому счету, больного, то есть это кардиограмма, замер артериального давления, обязательно замер температуры, какие-то взвешивания, ну, это все само-собо разумеется. Но вы также можете, друзья мои, не понадейтесь на сестру, значит, постарайтесь определить, есть ли лихорадка или нет лихорадки, ну, показатели артериального давления написаны, да, вот, постарайтесь, я много раз на эту тему говорю, и сейчас говорю, друзья мои, значит, как-то бы ненароком прикасаться, ну, ненароком, ненароком прикасаться к больному. Во-первых, это успокоит больного, во-вторых, вот это прикосновение вот к руке, когда больной или там больная лежит на кушетке, готовится к обследованию, очень важны, кроме того, что вы получите, да, информацию вот субъективную, да, с периферии, там, руки холодные, понятно, что человек находится в каком-то таком тревожном состоянии, да, ему очень дискомфортно, или наоборот, человек чрезвычайно потливый, тоже говорит о вегетах, в вегетах, в каких-то сосудистых моментах, чрезмерная потливость, а может что-то другое быть, ненароком, так, по-моему, или на основу скажу, или нароком прощупаете пульс, и, кроме того, это доверительное отношение, потому что вы входите в интимную зону, понятно, что в эту интимную зону человека надо входить очень-очень осторожно, вот это privacy, вот это самое такое прикосновение, это ухождение в интимную зону человека, а не то, что вы подумали, да, значит, вот это очень важно, и вот здесь как только устанавливаются эти доверительные отношения, прикосновения, это уловенствующая такая часть доверительных отношений, не случайно же похлопливают по плечу, да, также, друзья мои, значит, ну, постарайтесь, сначала, конечно, может быть, у вас получится как-то неуклюже, но с годами все это придет, так что вы не волнуйтесь, так вот, определяйте наличие лихорадки, есть лихорадочность какая-то или нет, то есть, тоже придет, привыкнете, да, понятно, что есть параметры, все это выставлены, но, может быть, медсестра ошиблась, пора спросить, были ли простуды, была ли простуда или нет, понятно, тахикардия, брадикардия, нас должно заинтриговать, заинтересовать, тахипное, да, если есть и возможность пульсооксигенации, я сейчас уже очень много чего делаю, такой копеечный метод листового, да, пульсооксиметрию, вот это все эти такие, да, эти примитивные, казалось бы, вещи вам дадут очень необходимую, значит, ну, какую-то картину. Желательно выявлять изменение артериального давления и частоты сердечного сокращения в ортостазе, да, то есть, когда человек, значит, лежит, сидит, и потом он встал, опять еще замерить. Можно попросить, скажем, в ресепшене, да, в приемной, чтобы, когда в приемной обращаются, ну, если у вас есть такая возможность, чтобы все эти замеры делались, да, чуточку, может быть, на 5 минут, если в приемной или там в приемном отделе, ну, если, конечно, неургентное состояние, больной проведет дольше времени, но вы получите такую более-менее цельную картину, и когда будете собирать анамнез, на это время не потеряете. Во время аускультации сердца, во время аускультации необходимо отметить чистоту и регулярность ритма, ну, наличие шумов, экстракардиальных каких-то тонов, которые могут указывать на наличие пороков в сердце или иные структурные аномалии. А уже несколько раз мы говорили про аускультацию, и опять же, я хочу этот момент сказать, это очень важно, вот эти все пальпации, перкуссии, постукивания, прикасания, да, вам не надо, чтобы казаться таким архаичным динозавром. Все это вам, во-первых, дает информацию, и еще раз во-вторых скажу, а может быть, даже и в первых, это устанавливает доверительные отношения. Больную, о, видите, врач такой молодой, но использует классические методы обследования, он выслушивает сердце, да, не сразу не посылает на там сонографическое ультразвуковое исследование, какие-то другие методы имейджинга, визуализации сердца, ну, порослушал внимательно, надо, не секунду-две, так внимательно прослушал, постукал, проперкутировал, пропальпировал, он говорит, значит, видите, какой внимательный у меня доктор, значит, если он внимательный, я тоже буду с ним доверительно, доверие основа основ лечения, снова скажу, если вы не дружите с вашим больным, вы его не лечите. Ну, да, осмотр головы, шеи, могут быть обнаружены нарушения или десинхронные такие, десинхроние вот это, да, вот югулярисов, югулярных пульсовых волок по сравнению с пульсовым, пульсом на сонных артериях или данные оскультации сердца, а также признаки, значит, гипертириоза, например, увеличение щитовидной железы, изменение ее консистенции, да и общий вид, ну, особенно это, конечно, дамы, вот этот экзофталь, необходимо осмотреть конъюнктивы, ладонные складки и слизистые для выявления бледности. Конечно, здесь мы делаем какие-то анализы крови, общий анализ крови, но, знаете, так, я замечаю, что вот есть определенные моменты, которые почему-то нигде, ну, или в малых количествах клиниках делаются. То есть, если приходит дама, то вот эту дамам, вот эту щитовидку проверять, хотя бы только ТТГ, ТСН, хотя бы. А так всем надо делать гликированный гемоглобин, вот тоже, что нигде не делается практически. Гликированный гемоглобин, она из самых главных, да, вот один из ключевых моментов. Кстати, общий белок тоже здорово проверяет, да, но он входит в анализы. Но просто, чтобы информация к размышлениям, потому что очень часто пропускается этот момент. Также очень такое внимание сейчас поднимает голову, ревматические проблемы опять, давно забытые. Вот и желательно также и АСЛО проверять. Ну да ладно, теперь неврологический статус, да, наверное, все-таки надо сказать. А, про аскультацию мы сказали, осмотр головы, да, неврологический статус должен выявить. Значит, ну, конечно, вы, если внимательно это все заметите, ну, в любом случае, значит, наличие тремора, вот, или оживленных рефлексов, рефлексов, зачем это все нужно, что он говорит о том, о чрезвычайном таком чрезмерном симпатическом статусе, повышенном симпатическом статусе. То есть выявленные неврологические нарушения могут говорить о том, что причиной жалоб на то же сердцебиение являются судороги, именно судороги, а не кардиальные проявления, особенно если одним из симптомов является обморок. Да, ну, можно держать в голове и эпиприпадок, да, и эпилептический припадок, но это такой старый момент, потому что приходит, говорит, вы знаете, доктор грохнулся больной, и он рассказывает, пусть покажет язык. Рамки на языке могут вас навести на мысль о том, что тут действительно что-то с эпилепсией связано. Если это эпилепсия, то, понятно, надо смотреть уже в плане неврологии, то есть невролог должен смотреть. Ну, какие могут симптомы нас, значит, надо потревожить? Значит, первое, серьезные могут, как говорят, являются зеркалом, отражением серьезных проблем. Головокружение или обморочное состояние? Друзья мои, я хочу снова сказать, чтобы этот момент вам был понятным. Говорят обморок, да, потом показывают, что это была сильная такая слабость, типа синкопальное явление, но не классический обморок. То есть обморок – это когда человек падает и приводит травмы, особенно если он сделал под себя. Потому что если, может быть, такое истерическое состояние, то надо, чтобы вы смогли бы отдиагностировать. А если приходит человек с травмой, то тут уже да, тут упал, он ушибся, удар какой-то получил, тем более после этого сделал под себя. Вот тут надо быть очень внимательным. Что-то там уже действительно серьезная проблема, тут и невролог должен параллельно с вами смотреть, не только вы, кардиолог. Ну, понятно, боли в грудной клетке, помним классические проявления, все-таки классика встречается чаще, да, боли в грудной клетке. Значит, связаны тем более с физической нагрузкой, да, вот сильная боль, или там возникла, так, на фоне, скажем, подъема по лестницам, и все это сопровождалось, допустим, вот этим вашим сердцебиением. Плюс еще не говорю о том, что была одышка. Кстати, одышка тоже входит в признак свидетельства серьезного заболевания. Значит, также обращайте внимание вот на этот нерегулярность сердечного ритма и на частоту сердечных сокращений. Что нам не надо только основываться на данных больного, да, если, скажем, частота сердечных сокращений в покое выше 100, особенно выше 120, то это уже серьезный признак проблемы. Если меньше 50, особенно меньше 45, то есть брадикардия выраженная, тоже признак серьезной проблемы. Пора спрашивать, а, значит, анамнези, значит, в анамнезе есть какие-то значимые патологии сердца, как-то. Ну, по нишмитской болезни сердца, я думаю, уже понятно, да, потому что не будем уходить. Порочные какие-то моменты, пороки сердца, да, хотя здесь тоже можно сильно ошибиться, потому что можно вам сказать, доктор, мне поставили диагноз порок сердца, когда мне было 2 года, а перед вами 82 года человек, да, так что тоже надо с довольностью долей критики относиться, выслушивать информацию, но с некоторой долей критики. Ну, а если документировано это все, понятно, значит, ревматические пороки, вот этот порочный момент, аритмии серьезные. На еще один момент, один, собственно, один такой обморочное состояние, да, тоже ни о чем не говорит, но вот здесь вы упираетесь на family history, да, вот, анамнез. Пора спросить, вот, папы, мамы, братья, сестры, были ли вот такие обморочные состояния, были ли проблемы, связанные, значит, с сердечной проблемой, сердечники были или нет? И опять же, снова я это скажу, повторял много раз, друзья мои, никогда не опирайтесь просто на такой гул ответ, да или нет. Ну, если да, понятно, что надо уточнить, что, а если нет, вы уточняете моменты, потому что многие не знают, что это инфаркт, я вам на полном серьезе говорю, инфаркт – это проблема сердца, инсульт – это проблема, ну, знаешь, что это с мозгом связано, что они не знают, что это сердечно-сосудистая проблема. Вот есть у вас в роду папа и мама, да, живы они, ну, если живы, слава тебе, Господи, дай Бог им долгие годы счастливой, здоровой жизни. Если нет, царство небесное, сочувствую вашему горю, в чем причина была смерти ваших родителей? Ну, там, надо выявить, то есть, если он скажет, в принципе, мы и не знаем, да, такое тоже может быть. А если, вы знаете, доктор, папа не проснулся просто, ночью, утром не проснулся, оп, внезапно, sudden cardiac death, да, внезапная сердечная смерть, значит, мы думаем, уже алгоритм уже устраивается, осторожность у нас убывает уже, да, тем более возраст. Если в молодом возрасте, то есть, ну, для мужчины молодой возраст – это меньше 60, 60 и меньше, а для женщин – 65. Ну, это тот возраст, который опасен, потому что, если инфаркт в 125-летнем возрасте, я не думаю, что это является генетической детерминантой, да? А что семейный анамнез – братья, сестры, племянники, дяди, тети и так далее. Значит, сердцебиение или обморки, вызванные физической нагрузкой. Вот это вызванное физической нагрузкой возьмите в кружочек. Так сейчас вот, когда записываете, я думаю, эту лекцию, значит, все, что связано с физической нагрузкой, любое недомогание, связанное с физической нагрузкой, должно у вас вызвать, значит, такую, что включится лампочка должна. Да, причем это может быть головная боль, там, не знаю, могут зубы начать болеть. И только я поднимаюсь по лестницам, да, или там пробежал 100 метров, толкнул я там машину, взял чемоданы своей жены, в отпуск ехали, вдруг свело у меня там челюсть. Очень может быть, что это сердце, чрезвычайно высокое, там, тут не думайте, что это, все, что связано от головы до пупка, все это может быть связано с сердцем. Отсюда, значит, возможность интерпретировать эти результаты. Но я думаю, мы все-таки сегодня поговорим, и на какие надо наделось наблюдения, да? Ну, в любом случае, значит, надо интерпретировать, уметь интерпретировать результаты. Вот анамнез и в меньшей степени объективное исследование дает возможность выставить достаточно верный диагноз. Достаточно верный диагноз. Именно, вот это не надо потом посылать на всякие эти, да, дурацкие дообследования. Да? Оценка пульса и аускультации сердца могут выявить наличие аритмии. Однако клиническое обследование не всегда позволяет определить вид нарушения ритма. Ну, и за исключением случаев характерного нерегулярного ритма при мерцательной аритмии. Ну, при мерцательной аритмии нельзя с чем спутать. Тем более, если она сопровождается высокой частотой сокращений желудочков. И если у вас есть там регулярный предсердный или желудочковый экстрасистолий, правильного ритма, там более 150 ударов в минуту, да, при предсердной аритмии, значит, при различных нарушениях ритма. И правильного ритма при брадикардии с частотой менее 35 ударов в минуту. Ну, понятно, что если менее 35, то тут у нас включается АВ-блок, то есть АВ-ритм, АВ-узел, речь идет о облокате. Если меньше 35, то сильного своего ритма быть не может. Понятно, что тут АВ-блок. Ну, оценка югулярисов позволяет, одновременно, да, с проведением аускультации сердца и пальпации сонной артерии позволяет оценить сокращение предсердий на основании еремных пульсовых волн. Тогда как тонны, слышимые при аускультации и пульсации сонных артерий соответствуют сокращением желудочков. То есть мы уже думаем, понятно, да, как выйти в диагностический алгоритм, ну, в диагнозе разобраться. Значит, увеличение или болезненность щитовидной железы и экзофтальм являются признаками главным образом, конечно, именно тиреотоксикоза. Вот это экзофтальма такой, да, вот, такие вылупившиеся глаза, да, вот, с таким признаками, вам кажется, что человек больной очень чего-то боится. Ну, и плюс тут у нас еще и увеличение болезненности и ритм, это тиреотоксикоз по всей вероятности. Ну, а если выраженная гипертензия в сочетании с тахикардией такая, знаете, тяжелая, то очень может быть, что это феохромацитома. Ну, давайте мы все-таки, знаете, об этих данных поговорим тоже, да, что тут мы имеем. Я не знаю, наверное, все-таки не покажет. Ладно, давайте попытаемся поработать вот так. Я не могу, давайте я буду просто зачитывать эту таблицу, которую мы тут все с вами сварганили. Какие знаковые, значимые данные анамнеза у больного с сердцебиением, да, чтобы мы знали. Итак, признаки. Периодически возникающие, так называемые, пропущенные сокращения. Ну, это или предсердное экстрасистоле, или желудочковое. Ну, желудочко очень четко выявить. Другой признак. Частое ритмичное сердцебиение с внезапным началом и окончанием. Нередко повторяющиеся эпизоды. Если это признак, то возможная причина у нас предсердная, пороксизмальная, вернее, вентрикулярная тахикардия. Или трепетание предсердия с проведением 2 к 1. Ну, а также может быть желудочковая тахикардия. Хотя желудочковая тахикардия, значит, она настолько дает клиническую картину, что трудно тут перепутать с чем-нибудь. Дальше следующий признак. Обморок или эпизоды, значит, сердцебиения. Что тут может быть как причина? Это дисфункция синусового узла. Слабый синусового узла. Или там у нас дополнительные пути проведения. Например, синдром Вольфа-Паркинсон-Вайта. Кстати, с этим синдромом Вольфа-Паркинсон-Вайта тоже будьте осторожны. Потому что на первых порах вы этот диагноз будете ставить всем налево-направо. Потом увидите, что этот синдром Вольфа-Паркинсон-Вайта встречается все реже и реже. Врожденный синдром удлиненного интервала КЮТЭ. Довольно редко встречающиеся, но опасное состояние относительно потенциально опасное заболевание, так скажем. Желудочковые такие пробежки, желудочковая тахикардия. Ну, мерцание тоже может быть, почему бы и нет. Далее. Сердцебиение на фоне физической или эмоциональной нагрузки. Значит, сердцебиение, может быть, совершенно у здоровых людей так и должно быть. Синусовая тахикардия. Понятно, что человек поднялся на восьмой этаж, у него будет синусовая тахикардия. Было бы странно, что если бы не было тахикардии. Более того, если он поднялся на восьмой этаж, у него нет тахикардии. Значит, мы думаем об очень серьезной патологии. Дальше. Желудочковая аритмия, сишемия, которая провоцирована физической нагрузкой. Ну, в частности, у людей с ИБС. Ну, тут уже понятно, у него у нас есть анамнез ИБС, поэтому нас смущать это не должно. Ну, или редкие такие состояния, как врожденные аритмии. Они тоже могут быть спровоцированы физической или психоэмоциональной нагрузкой. Не забываем об даче препаратов. Да, потому что мы знаем, что есть лекарства, которые мы можем сами сильно напортачить в состоянии. И можем просто выявить, значит, дать сами, своими силами напортачить довольно серьезно. Значение регулярного потребления препаратов, особенно лекарственных или других субстанций. Например, человек кофеман. Тоже очень люблю кофе, хорошее. Тоже может иметь значение. Но, в общем, наличие вот этих регулярных препаратов обычно сложно установить. Имеется диагностическое значение, может иметь их отмена. Поэтому подпините какой-нибудь препарат и наблюдайте. То есть значение могут иметь все препараты, которые так или иначе влияют на гемодинамику, на сердечно-сосудистую систему. Практически все психотропные препараты. Ну, и препараты, вызывающие гипокалемию. Гипокалемию. Кстати, очень может быть, что, скажем, больной, вот я уже сказал в первой части этой передачи, очень часто путают так и кардио, и сильный удар ритма. Понятно, когда бывает, значит, бродикардио, удар был, закон Франка Старлинга, да, эти удары бывают, сердце бывают более мощными. И может быть у человека субъективное, он может чувствовать, что бьется более сильно. И путают, да, вот, доктор, у меня вот такое сердцебиение, потом оказывается, что это речь показывает, вот сердцебиение, вот это когда вот так, да, тахикардия. А сердцебиение, скажем, вот так. Так у вас бьется сердце сильно или быстро? Вот так надо уточнить вопрос, да. Ну, чувство признака, еще один признак, чувство страха, тревога или паники. Ну, понятно, что любой человек, который обращается к вам за помощью, к врачу, чуть видит человека в белом халате, хочет того он или нет, у него вот такое, может быть, даже он и куражится как-то, но все равно ему дозливо в больнице. Поэтому возможно, но не обязательно такое наличие какой-либо, очень возможно, какой-нибудь психологической причины, потому что, значит, не все лезут на стенку, но если что-то такое выйдете не совсем нормально, то, значит, надо думать, что тут что-то действительно не то. Если больной, значит, у вас переносил операцию, ну, что это может быть? Что хочешь, может быть, скажем, синус в этой ахикарде, это может быть более реакция на какое-то такое температурное воздействие. Кстати, тоже, пусть хирург будет внимателен, если вы заметили, вас пригласили на консультацию, доктор, мы опропеировали, там не знаю что, значит, ну, если эта инфекция там идет, чтобы знали, посмотрите на температуру. Понятно, что если температура повышается, то и учащается частота сердечных сокращений. Что еще может быть? Синус в этой ахикарде может быть признаками кровопотери, да, после оперативного вмешательства, тоже ничего хорошего в этом нет. Ну, падает, ну, помните, да, минутный объем крови равняется ударный объем, умноженный на частоту сердечных сокращений, уменьшается объем крови, да, и вынуждено сердце работать, чистить. Сам болевой признак, сама боль может дать тахикардию сплошь и рядом, хотя боль, она обычно дает и снижение артериального давления, и, ну, я не говорю о болевом шоке, и, хотя там тоже. Значит, чистит сердце, начинается давление, сначала, кстати, может повыситься давление. Боль может быть, ну, может быть, тромбоэмболия, кстати, упаси Боже, да, тромбоэмболия легочной артерии. Ну, не крупная тромбоэмболия, с крупной тромбоэмболией, там, вы к трупу подойдете. Рецидивирующие эпизоды, значит, то есть, с детства, да, с очень юных лет, это суправентрикулярное нарушение ритма, например, отрывентрикулярная узловая рецепроктная тахикардия, синдром Вольф-Паркинсон-Уайта, врожденные причины, врожденный синдром удлиненного КЮТЭ, но врожденный синдром удлиненного КЮТЭ, он обычно проявляется уже где-то с подросткового и более взрослого периода. И другой признак, значит, указания на оборочные состояния или внезапную смерть в семейном анамнезе, значит, то есть, мы думаем о том, что у нас генетическая детерминанта она есть, то есть, мы думаем о, главным образом, синдроме Бругаде, хотя синдром Бругаде тоже, этот диагноз ставится очень часто, не там, когда надо. Врожденный синдром удлиненного КЮТЭ, ну, или там, дилатационный или гипетрофический кардиомиопатий. Я тоже, бываем здесь внимательны, чтобы мы не напутали ничего ни с чем, да? Ну, это, главным образом, значимые данные у больного, анамнеза у больного с сердцебиениями. Ну, общее обследование, это поддела МКГ, если надо, и амбулаторное мониторирование, то есть, холтер устанавливается, лаб-исследование, ну, общий анализ крови, я люблю добавлять всегда там, эти параметры, которых я уже сказал, это ТТГ, хотя бы ТТГ, Адамам, лучше еще и аутоиммунку ставить, вот эти, да, все эти антитела, к антитпо, к перооксидазе, потому что сплошь и рядом, особенно в нашем регионе, значит, и ослыл, было бы недурственно. Ну, циреактивный белок, он входит в анализы, ну, классика языка, общий анализ крови, общие данные. Очень здорово, значит, визуализирующие методы, я люблю, именно, значит, визуализирующие методы, типа эхокардиографии, и желательно делать нагрузочную пробу. К сожалению, нагрузочную пробу делают далеко не всегда, а если делают, это в мире большая проблема, они делают ее до конца, физическую нагрузку, во стресс-тест. Я не знаю, будет у нас, наверное, дай Бог, у нас найдем время, здоровье, поговорим о физических нагрузках, стресс-тестах, нагрузочные пробы, более основательно. Правда, здесь надо бы показывать, мне никак не получается с этим компьютером, с этой установкой вам показывать, значит, кардиограммы хотя бы, да, или там таблицы, чтобы мы работали бы вместе. Ну, я думаю, это дело поправимое. Итак, ЭКГ мы делаем обязательно, замер гемодинамики, артериальное давление, температуру замерили, лабораторные исследования сделали все необходимые, которые есть, подумали о щитовидке, если это у нас дама. Словом можно сделать, очень было бы недовольственно, да, ну и методы, значит, физической нагрузки, стресс-тест, может быть, один из самых информативных методов исследования в кардиологии, если он делается правильно, да, вообще в медицине. Простите, ну и методы визуализации. Кстати, может, методы визуализации, это уже эхокардиография, можно сочетать с нагрузочной пробой. Ну, правда, для этого должны быть соответствующие персоналы, соответствующие способности. Ну, что тут про ЭКГ сказать? Она выявляется, понятно, выполняется всегда, но дело в том, что не всегда удается, простите, зарегистрировать электрокардиограмму, именно в момент появления того, что больной называет приступом стенокардии. Ой, простите, да, это не только стенокардия, но и приступом, значит, сердцебиения, вот этого палпитейшена. Потому что большинство аритмий возникают периодически и не имеют таких, сразу же, значит, вот надо их поймать, и не имеют соответствующих ЭКГ проявлений. Ну, тут, конечно, я не говорю о Вольф-Паркинсон-Вайте, да, когда в любом состоянии это можно увидеть, или там синдром удлиненного ВКТ, или там аритмогенной дисплязии правого желудочка, что-то редко встретишь, но все равно, да, или там синдром Бругады. Если не удается установить, поставить диагноз, а симптомы возникают часто, целесообразно проводить холтер в течение 24-48 часов. В случае, когда синдромы появляются еще реже, симптомы, то следует использовать так называемые регистраторы. Регистраторы для более длительного ношения, которые активизируются самим больным, значит, в момент возникновения приступа. Значит, они не всегда есть в наличии, да, но, значит, вы можете просто сказать, когда поставили холтер, подчувствовав что-то не то, да, этой кнопки нет, допустим, этой опции нет на этом аппарате, сказать, вот, чтобы вы отметили, когда вам стало плохо. Кстати, это тоже важно, скажем, он скажет, вот мне в 19 часов 20 минут стало плохо. Вы смотрите на данные доплера, ой, простите, холтера, смотрите на данные холтера, видите, 19-20, скажем, была какая-то пробежка серьезной аритмии, или не было, наоборот. Вот смотрите, больной, я смотрю, вот в эти времена, время, которое вы мне указываете, вообще у вас ничего не было, и наоборот, больной ничего не чувствовал, а там у него, скажем, к утру была какая-то пробежка серьезная, длительной тахикардии, опасная. Вот все эти методы используются, когда имеется подозрение на устойчивый, более-менее устойчивый характер аритмии, а не на одиночной экстрасистолии, они одиночной экстрасистолии практически ни о чем не говорят. Больным, у которых симптомы возникают крайне редко, но врач все-таки подозревает, то есть вы подозреваете серьезные нарушения ритма, возможно имплантировать регистратор, регистратор по кожу, под кожу в верхней части грудной клетки. Ну, если раньше в мое время было довольно воздительное вещь, я очень так скептически к ней относился, то сейчас нет, хотя скепсис моя сохраняется. Вот такое устройство, часто называемое, так называемый, петлевой регистратор ЭКГ, постоянно регистрирует частоту сердечных сокращений, а в дальнейшем, что в дальнейшем позволяет получить вам распечатку, ну или просмотреть на экране монитора данные по сердечному ритму в виде ритмограммы. Ну и, наконец, дополнительная полезная информация может быть получена с помощью различных доступных устройств, они уже продают уже коммерческие доступные устройства, которые могут использовать больные, кстати, я очень рекомендую, сейчас они копейки стоят, вот эти, значит, фитнес-браслеты или смарт-часы, да, по-разному называют, все это здорово, да, там или-то сейчас мобильные мониторы существуют, ЭКГ, которые доступны и для смартфона, и для часов, все это здорово, действительно, очень здорово, понятно, что имеется погрешность, но вот этот контроль тоже можно посмотреть, показать, он скажет, вот в это время у вас было так, а в это время было вот так. Лабораторное обследование требуется, понятно, всем людям, которые обратились, всем больным необходимо выполнять полный клинический анализ крови, недурственно, если позволяет кошелек или позволяет возможность больницы или система, какая у вас работает, страховая медицина и проявлять уровень электролитов. В сыворотке, но мы главным образом ориентируемся на магний, кальций, да, ну калий, понятно. Дальнейшее исследование должно быть направлено на выявление предполагаемых причин, если какие-то такие моменты есть, то лучше тропонин делать, да, то есть, если это больной с продолжающейся аритмией, тем более боль в груди или другими симптомами, указывающими на наличие ижемии, миокардита и пилипиликардита. И здесь я хочу обратить ваше внимание, потом мы опять обязательно об этом будем говорить в лекциях про ишемию, что то, что мы называем, некоторые называют ложно-позитивные данные тропонина, значит, тропонина не должно быть в крови. Если есть аритмия, там, пиликардит и миокардит, и у вас есть тропонин, значит, идет некроз кардиомиоцитов. Понятно, что речь не идет о классическом инфаркте миокарда. Да, поэтому не надо говорить, да, ничего страшного здесь нет. Так что, увидели тропонин, лучше больного дообследовать, то в данном случае сделать и корнерографию, и все остальное. Ну, если положительный тропонин, да. Ну, смотрим потом тропонин в динамике, об этом будем говорить, обещаем, когда дойдем дальше миокарда. Оцениваем щитовидку, она показана при впервые выявленной мерцательной аритмии, ну, если так же не будем забывать, что и мужики, там, скажем, погудели, как-то хорошо на выходных. Феномен, значит, выходного сердца, да, на следующий день может быть и мерцание, но все-таки замеряйте. Особенно девушкам, да, в любом случае, девушкам, значит, если это вы видите что-то не то, то всегда проверяйте щитовидку. Ультразвуковое исследование здорово, но лучше, конечно, определять именно вот данные по щитовидке. Если есть такая выраженная симптоматика, то давайте всю развернутую картину щитовидной железы. Ну, если можно, конечно, начать с ТТГ, но тут, если у нас аутоиммунка, если аутоиммунная типа хошемота, или очень распространенный момент, то желательно все-таки сделать всю картину, потому что, может быть, ТТГ не особенно не сдвинуться. Но, когда будем говорить про болезнь хошемота, на этом мы остановимся. Значит, ну, выявляем щитовидку, гипертиреоз, гипотиреоз, главным образом, гипертиреоз, думаем. У больных с приступообразным повышением артериального давления необходимо исключать феохромоцитом. Вот этот резкий взрывной подъем артериального давления не так, на 20-30-40, да, потому что, скажем, было 100-160, там стало 180-190, гипертония, там даже 120-180, но выше, за 200 или ближе к 300, это включается здесь лампочка феохромоцитома. Больная, с постуральными обмороками иногда выполняет пробу с наклонным столом, да, вот эти, вот тоже выходные. И, кстати, пора спрашивать, когда вот заметили эти моменты, если, скажем, больной говорит, он подошел в туалете, стало ему плохо, тут стилт-тест можно сделать, если есть этот момент, ну, а если нет, то спровоцировать вагуз реакцию. И вот массаж каратитки на столе, он не сильный, конечно, сначала односторонний, двусторонний не делайте. Резко упало давление, она пошла аритмия, значит, по всей вероятности именно вот этот вагузная реакция. Также в некоторых случаях необходимо проводить эти диагностические исследования с визуализацией, больными с признаками систолической дисфункции или структурного поражения сердца, надо делать эхокардиографию, да, ну, если есть возможность МРТ, хотя тут я эхокардиографию, конечно, ставлю на первое место, потому что МРТ, новые МРТ есть, да, это фантастическая картина, но давайте все-таки ориентироваться не на исключение, а на правила, эхокардиограф стоит в сотню раз дешевле, да, и удобно его сделать. Больные, у которых симптомы возникают при физической нагрузке, да, лучше делать стресс-тест, можно делать стресс-охокардиографию, можно делать ядерное скомбинирование, можно делать спеть, но стресс-охокардиографию, стресс-тест сделать обязательно, даже я могу вам посоветовать сделать следующее, если рискнуть немножечко, да, если нет ни того, ни другого, ни третьего, даже нет лаборатории стресс-теста, то просто попросите больного два этажа подняться, спуститься, ну, желательно ходить вместе с ним, чтобы он не грохнулся, да, понаблюдайте за ним, за пульсом, за его признание, боль возникла, одышка возникла, вот понаблюдайте за этим больным, два этажа, потом еще два этажа, говорит, вот это, знаете, доктор, вчера ходил пешком, было плохо, а сейчас хожу, значит, нормально, ну, значит, явно ничего серьезного, как же мы лечим, ну, прекращается прием лекарственных препаратов, которые могут спровоцироваться такое уборочное состояние, да, если потенциально опасные аритмии вызываются лекарственными препаратами, прием которых необходим, то тут надо думать о том, или что-то на замену, как что-нибудь такого более-менее подходящего, да, в случае одиночных, предсердных или желудочковых экстрасистел, или при отсутствии структурной патологии миокарда, можно ограничиваться лишь хорошей беседой с больным, если аритмия приводит к нарушению качества жизни, нарушению образа жизни, значит, у больного, который в остальном, во всех отношениях других, скажем, здоровы, возможно назначение бета-блокеров, да, они такие самые безобидные в этом плане, предпринимаются усилия, чтобы уменьшить остроту восприятия у больных с повышенной тревожностью, убедить его, значит, или их в отсутствии серьезной патологии, если, конечно, это вам удастся, потому что, да, они свято убеждены, что они помирают, проводятся диагностика и лечение, значит, важных, лечение, то есть, выявленных нарушений частоты сердечных сокращений и лежащих в основу их заболеваний. Ну, имеются свои подходы, конечно, должны иметься, то есть, они есть, эти алгоритмы есть, как мы ведем такие моменты, значит, это очень тоже надо, не будем забывать, что мы делаем. Ну, давайте я вам покажу это, да, значит, что у нас может быть, значит, если заболевание у нас, давайте, опять не показывается, ну, ладно, многофокусные предсервные экстрасистолии, заболевания, какое у нас заболевание, значит, многофокусные, да, то есть, там, 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 мы успокаиваем, значит, эффекты успокаивания, что называется, при действии дигидро, не дигидроперидиновых блокаторов, кальциевых каналов или бета-блокеров, бета-блокеры действуют шикарно, хотя тут можно параллельно работать, знаете, с витопрепаратами, типа валерьяночки, да, чтобы успокоить человека, если это у нас мерцательная аритмия, ну, мерцательная аритмия, она ведется по всем правилам, то есть, вот у нас анти, для мерцательной аритмии у нас будет отдельная передача, но сейчас просто скажу, чтобы было понятно, тут мы используем два вектора, значит, одна антикоагулятная терапия, это обязательно, и другой вектор, это контроль скорости, значит, сердечного ритма, значит, мы назначаем бета-блокеры, самое распространенное, самое правильное, также можно назначить веропамил, тут я уже небольшой вам советник, я знаю, что в гайдлянах есть, но я не назначаю веропамилы, дилтиаземы, дигоксин, дигоксин можно, когда есть сердечная недостаточность, значит, чтобы контролировать сердечный ритм, можно использовать, если особенно внезапно возникшие, это антиаритмики, ну, самый известный из них, конечно, это у нас аммиодорон, ну, зависит от страны, но большую частью, конечно, кордорон, он же аммиодорон, это ибутилит, пропафин, он тоже можно использовать, почему бы нет, дронидорон, соталол, тоже неплохой препарат, дофитилит, это что касается лекарственных, для контроля сердечного ритма, также, конечно, используется кардиоверсия, радиообляция, и используется иногда процедура лабиринт, так называемая процедура мезия, но об этом тоже будем говорить потом, флаттер, трепетание предсердий, используется главным образом, практически всегда, радиочастотная, катетерная абляция, радиоабляция, и считается, что это действительно так, наилучшая терапия, но должно, конечно, очень сильно повестись специалистам-электрофизиологам, иногда используется электроимпульсная терапия, может помочь дегоксин, бета-блокеры, веропамил или антиоккулянты, но если это действительно трепетание, то если нет возможности посылать к электрофизиологу, то бета-блокеры. Эктопическая суправентрикулярная тахикардия, например, предсердная тахикардия, опять же, используется электроимпульсная терапия, антиоритмические средства, иногда можно ускорять сердечный ритм с целью подавления эктопических очагов автоматизма, ну или проводить абляцию. Если заболевание у нас рецепроктная суправентрикулярная тахикардия, например, атриовентрикулярная узловая рецепроктная тахикардия, именно вот такая, да? Ну что мы можем, как вот эту рецепроктность подавить? Это вагатоническими методиками. Очень здорово работают препараты блокирующие атриовентрикулярный узел, то есть не то, что блокирующие, а замедляющие, хотя можно и заблокировать. Ну тоже бета-блокер, но в общем бета-блокатор это король, бета-блокатор с этой группой это короли карзиологии. Некоторые используют виропамил, но бета-блокер это бета-блокер, это как Реал Мадрид в футболе. Ну и лечение также можно и при рецепроктности вот этой суправентрикулярной тахикардии использовать и абляцию, да? И если это действительно классик-классика жанра, то такая абляция является нарушением наилучшей, наилучшей терапии. Тахикардия широкого комплекса, ну имеется в виду QRS, это желудочковая тахикардия, тут надо спасать жизнь больному, то есть немедленное, значит, немедленное вмешательство, лучшая, конечно, всего кардиоверсия. Если такая не очень такая, да, попробовать аммиодарон, соталол, пропофенон, внутривенные блокеры, лидокаин, давайте вспомним и наукаиномид, что там у нас есть, мексилетин, фликаинит, да, но с фликаинитом тоже поосторожнее, если там ишемические, значит, то очень осторожно с фликаинитом работать, радиочастотная абляция, ну, в общем, грохните кардиоверсию, а там видно будет, не больного, а ритм надо грохнуть, привести в чувство. Можно и понадобиться имплантация дефибриллятора. Торсат депуант, это пируэт, как причина, при нестабильном состоянии, немедленное, значит, надо делать кардиоверсию, потому что торсат депуант может потом вам дать желудочковый тахикардио. Введение магния или калия, иногда имплантация дефибриллятора. Непрерывная терапия по мере необходимости с использованием магния, калия, блокеров, бета-блокеров, изопротеринола или со сверхчаснотой электрокардиостимуляцией. Ну, или имплантируем вот этот дефибриллятор кардиовертер. Если это фибрилляция желудочков, то, понятно, спасаем жизнь, потому что там речь идет о секундах дефибрилляции. Ну, некоторые товарищи предлагают вводить внутривенный аммиодорон, ну, если у вас есть катетер, потому что если вы только-только подошли к больному, не успеете попасть ему в вену. Если повторяющиеся эпизоды, то имплантировать кардиовертер-дефибриллятор. Ну, вроде все сказали, да? А, синдром Бругады, да. Ну, как правило, кардиоверсия или имплантация того же, значит, кардиовертера-дефибриллятора. И давайте все-таки скажем о важных моментах, узловых моментах в гериартрии. И здесь у пожилых больных особенно высок риск побочных эффектов антиаритмических препаратов. Причины этого включают снижение, значит, СКФ и сочетанное применение фильтрации, да, СКФ, и сочетанное применение других лекарственных препаратов. Ну, пожилых, знаете, я слово не люблю, продвинутых в возрастном плане, продвинутых больных, да, продвинутого возраста. При необходимости назначения лекарств в начале лечения следует испытировать минимальные дозы. Я вообще люблю начинать с минимальных доз, но особенно у людей такого возраста, да, быть очень осторожным. Это касается и лечения высокого давления тоже. Постепенно, постепенно, да. При необходимости, значит, ну, можно, конечно, увеличивать, но эти шаги делать постепенно. Возможно, наличие таких людей продвинутого возраста нарушения проводимости, которые не имеют такой особой клиники, яркой клиники, что выявляется при ЭКГ или других исследованиях, которые могут усугубиться на фоне применения антиаритмических препаратов. Вот таким больным может потребоваться имплантация кардиостимулятора до назначения собственно антиаритмических препаратов. И вообще я не люблю назначать чистые антиаритмики. Очень не люблю и вам того же советую. Лучше назначить бета-блокер, чем какой-нибудь просто такой чистый антиаритмик. Почему потом будем говорить на эту тему только пропафеноны или собственно кордороны осторожно, друзья мои. Ну и на какие ключевые моменты я бы хотел обратить ваше внимание. Вот две передачи у нас уже были. То есть мы заканчиваем наш цикл маленький цикл именно после сердцебиение, потому что мы корритмием еще будем возвращаться не раз. На что бы я хотел обратить ваше внимание, дорогие друзья, в конце этой лекции, что сердцебиение представляет чрезвычайно частый, но также чрезвычайно малоспецифичный симптом. Самый частый, но самый малоспецифичный. Сердцебиение не является очевидным признаком значимого нарушения ритма. Далеко не всегда, но наличие сердцебиения у больного со структурной аномалии с органикой или с изменением на электрокардиограмме может оказаться признаком серьезной проблемы и, соответственно, требовать серьезного изучения. Крайне необходимо зарегистрировать электрокардиограмму и провести другие обследования в момент развития симптоматики. Нормальное КГ на фоне хорошего самочувствия не позволяет исключить серьезную патологию. Весокая доля вероятности они исключают, но все-таки надо знать, что бывают исключения. Большинство антиаритмиков сами могут стать провокаторами нарушения ритма. От себя скажу, что чисто антиаритмиков назначаются в крайнем случае и то не своим детям. Шучу, в крайнем случае, потому что сами антиаритмики имеют так называемый проритмогенный эффект, по большому счету и моя докторская диссертация именно на этом и основывалась. Но об этом тоже потом если заходите. Но если имеете сомнения относительно характера тахеаритмии, приведущей к нарушению гемодинамики, вначале следует проводить кардиоверсию, понятно, и лишь потом задаваться какие-то вопросы. То есть надо спасти жизнь больному, а потом думать обо всем остальном. давайте мы на этом снова закончим. Благодарю вас за внимание, всех тех, кто дослушал эти две передачи касательно сердцебиений, лекций, это все-таки лекции, как вы поняли. А мы будем с вами потом продолжать. Дай Бог нам и вам здоровья и сил. Следите за уголком доктора, друзья мои, поддерживайте наш канал вашими лайками, распространениями вот этих наших лекций среди своих друзей. Ставьте палец вверх, нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе обновлений уголка доктора. Ну а также поддерживайте нас не только морально, но и материально. Реквизиты российской системы Яндекс, это уже Сбербанк фактически, да, не фактически, он скупил Яндекс, это Юмани, ну и карточка Яндекса, это фактически также карточка Сбербанка. Все реквизиты российской системы вы увидите в описании к этому ролику. До новых встреч, друзья мои, удачи вам в вашей карьере, здоровья вам, вашим близким и вашим будущим больным. Умение их лечить. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова